Сегодня о приложении крайне полезном, но сложном, что следует хотя бы из названия N8N. Ну то есть оно не то чтобы сложное, я про название, но какое-то замороченное. Сразу ясно, что тут пахнет какой-то тайной, как сыновья мечейки. Посоветовал мне его, кстати, Борис Бейлинсон из ОВД-Инфо. Ну а с вами, как всегда, Вова Ломов и теплица социальных технологий. Речь идет о приложении N8N или NA10, так, наверное, правильнее. И служит оно для упрощения взаимодействия API различных сервисов и приложений. То есть, например, вот сервис Typeform для создания формы обратной связи. С помощью NA10 данные заполненной формы каким-то образом анализируются и в одном случае отправляются в один канал Slack в виде сообщения и на какой-то email, а в другом случае в другой канал Slack и в Discord. И все это автоматически. Сам сервис платный и не дешевый, если воспользоваться их облаком НО. Можно установить сервис на свой компьютер. Неверное решение, поскольку это все равно, что сервера под кроватью на ранней стадии интернет. Либо можно установить NA10 на собственный сервер. Это верное решение, поскольку снимает все ограничения платной версии, ну и это бесплатно. Но не так просто. NA10 устанавливается не в один клик, поэтому сегодня воспользуемся платной версией. Благо тут есть триал, а об установке я, возможно, расскажу в одном из последующих уроков. Для установки вам понадобится VPS – виртуальный персональный сервер. Цена начинается рублей от 400 в месяц, но если брать платный тариф от самого NA10, то это минимум 20 долларов и ограничение по количеству запусков. Сейчас поймете, что это, но 5000 запусков в месяц – это не очень много, если собираетесь активно им пользоваться. Так, запускается instance, запустился. Тут информация об оставшихся запусках и рабочих процессах. Что такое рабочий процесс? Это вот эта страница, которая начинается с ноды старт. Здесь нодовая система работы очень, кстати, удобная для этого вида работ, чего не скажешь о Fusion. Сразу назовем как-нибудь данный процесс. Здесь его можно сделать активным, то есть запустить. Но пока рано, поскольку ни одна нода не создана. Старт не в счет. Тут админ панель, но заходить сюда особо не нужно, разве что посмотреть, сколько израсходовано процессов. Здесь основные настройки по процессам. Сохранить, открыть, создать и так далее. Откроем созданный тест. Итак, нода старт в работе не участвует. Не знаю, зачем она нужна, удалить ее при этом нельзя. Если нажать на плюсик, он предложит выбрать следующую ноду. И вот они уже нужны. Тут есть обычные, я бы их назвал исполняющими. Ну то есть они принимают сигнал и могут с ним что-то сделать. Судя вот по этому количеству приложений и сервисов, сделать они с ним могут практически все. И есть триггеры, то есть ноды, которые запускают процесс, генерируют сигнал. Тут их в общем-то не меньшее количество, а значит запустить вы можете практически любой процесс в любом приложении. Обработать его и куда-нибудь отдать. Запускаем. Берем триггер Typeform. Это сервис для создания форм обратной связи. Достаточно простой, поэтому выбрал его. Кстати, не советую, он дорогой. Так, подключаем. Самое сложное тут, кстати, подключиться к API. Я тут уже подключился, но создадим заново. Нам нужен access токен. Само по себе подключение несложно, но токены порой бывают очень запрятаны. Непосредственно в Typeform. Вот такую я создал форму простенькую. Четыре вопроса. Есть выбор, это важно. Но на этом будем строить процесс в NA10. Так вот, в самом Typeform API не очень запрятаны. Находится в settings. Персональные токены. Тут он у нас уже создан. У вас тут будет что-то типа создать токен. Как-то его называете и копируете. В моем случае давайте я просто сгенерирую новый. Копируете и вставляете вот сюда. Save. Отлично. Связали. Все. Закрываем. А, нет. Надо указать еще форму. Ну то есть тут у нас может быть несколько форм. Видите, я создал обращение в фонд. У вас тут может быть десяток. Ну вот, собственно, здесь вы выбираете, какая именно форма вас интересует. Все. Есть. Добавляем. Теперь нам нужна обычная нода. То есть сигнал мы получили, теперь его надо как-то обработать. Ну то есть можно, например, взять и записать его в Google таблицу. Ну а мы немного усложним задачу и введем промежуточную ноду IF. Логический оператор, который принимает сигнал и в зависимости от каких-то условий запускает его по разным веткам. То есть если ложно, сюда. Если правда, сюда. Сейчас работать с ним нельзя. У нас нет данных. Мы их можем получить только из формы, а значит сохраняем процесс. Не забывайте, кстати, сохраняться. Аптосохранения нет. Все слетает. Активируем процесс. И вот здесь еще запускаемся, чтобы триггер ждал. Видите, жду, говорит. Когда произойдет какое-нибудь событие в Typeform. Оставим его в ожидании до следующего урока. Он получит свои данные, поверьте. Поскольку дело тут не простое и явно не для одного урока. Но оно того стоит, поскольку… Полезность этого сервиса сложно переоценить. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и любите друга. До новых встреч! Пока! 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 Пока!